друзья я сегодня встал в 6 утра мы уже два часа едем во владимирскую область чтобы понять что у нас в стране с эко-поселениями место куда мы едем называется добрая земля первым делом получил в руки вот такой вот контейнер под пластик 25 вместе собираются отдельно пленка отдельный шестерка если что я погиб в это поселение очень трудно жить и делаем благо не принося вреда то есть такой коммунизм коммунизм готовы что вообще такое эко-поселение это относительно небольшое самодостаточное сообщество которое стремится жить за счет земли и при этом не влиять негативно на окружающую среду в мире есть больше 10 тысяч эко-поселений и у каждого из этих сообществ есть какие-то свои особенности и идеи и сегодня мы о них поговорим сегодня я хочу ответить на два вопроса первый вопрос смог бы я бросить свою городскую жизнь которая как ни крути не может быть на сто процентов экологичной и переехать в эко-поселение начать жить по-новому и второй вопрос если вдруг все люди нашей планеты начнут жить в эко-поселениях насколько это поможет подружить человечество и природу насколько мы сможем жить с ней в гармонии мы подъезжаем доброй земле это эко-поселение где каждая семья живет на своем гектаре они не только ведут экологичный быт и организуют органическое производство но и делают просветительские проекты фестивали и детские лагеря то есть это такой социокультурный проект открытый для гостей как вообще пришла идея переехать из города сюда в деревню мне было 27 лет у нас было уже четверо детей мы жили на даче и я понял что это что-то не то что я хочу то есть мне хотелось какого-то места где можно заниматься деятельностью иметь какой-то простор для жизни мы за эти годы стали приемной семьей это отдельная история в нам хотелось что-то сделать такое что на что лично ты можешь повлиять но мы поездили по разным местам и поняли что надо делать нечто третье свое территория вообще очень интересно она начиналась снег с небольшой площади где-то гектар 70 но потом разные инициативные группы вокруг достраивали новые поселения люди видели что здесь уже что-то живет и пристраивались к этому в итоге территория стала похожа на размер садового кольца москве это участки по одному гектару это разные люди разные сообщества здесь возникли небольшие отельчики такие есть люди которые стали производить продукты то есть есть человек который производит мед не один и появился внутренний рынок и фермеры которые производили молоко из окружающих деревень они получили здесь сбыт есть люди которые занимаются проектом perfect organic живое место привело к очень большому количеству активности откуда взялась идея эко комьюнити по сути это жанр утопии который вышел за пределы страниц книг и реализовался в социуме а утопические идеи были интересны людям давно первую утопию опубликовал томас мор 1518 году это была ироническая сатира на елизаветинскую англию на заре колониальной эпохи а потом новая волна популярности утопических идеалов возникла в 60 и 70 люди чувствовали что гонка за материальными благами и потребительское отношение к природе создали нездоровое общество и захотели чего-то другого возникло движение хиппи и они как раз и образовали одно из первых экологических комьюнити как это было стивен гаскин и 400 его друзей на караване из 60 автобусов отправились из сан-франциско в путешествие а по дороге выступали с лекциями по всей стране и собирали единомышленников в итоге забазировались штате теннесси и создали ферму сообщество все еще живо там живет 200 человек они все вегетарианцы пацифисты философы и хиппи изначально это был просто исход правильный исход из города обратно на природу в какой момент появилась приставка эко в какой-то момент к нам а на один из фестивалей который мы делали был человек который занимался еще движением к поселению международным и он привез к нам романа саблина трома на этих событиях он некую представил эко философию который кстати для многих из нас была вновь то есть мы так и не воспринимали это что что происходило например с мусором сейчас я с ужасом вспоминаю потому что ну где человек находится просто он строит свой дом после что там после этого остается и куда это вывозится никто про это не думал и не гадал я приехал на добрую землю и первым делом получил в руки вот такой вот контейнер под пластик и мы сейчас куда-то идем куда мы идем ребят на станцию раздельного сбора мусора что за гостеприимные хозяева первым делом показывает гостям свой мусор на самом деле для любого экосообщества то как они справляются с отходами это один из важнейших показателей справились они с организацией своего автономного мира или нет это работает как комьюнити есть традиционная дата плюс дополнительное время когда можно приехать есть входной билет он очень дешевый это 2000 рублей то есть один раз на всю жизнь до один раз на всю жизнь эко комьюнити часто живут по принципам коммуны совместно решают бытовые проблемы есть и радикальные примеры такие как сообщество твин оукс они делят даже общие доходы и ресурсы часть жителей работает на ферме часть делает гамаки и сыр тофу на продажу удивительно что в отличие от многих других комьюнити твин оукс дожили до наших дней хотя стартовали еще в 60-х и помогла им как раз финансовая модель и экономическая независимость от внешнего мира помимо прочих проблем они прекрасно разобрались с проблемой отходов из общего дохода оплачивается его вывоз и переработка в доброй земле тоже нашли подрядчика который собирает и перерабатывает отходы например пластик здесь делят на 6 фракций 25 вместе собираются отдельно пленка отдельно шестерка да вообще напомню что есть много видов пластика и некоторые из них вообще не перерабатываются по какому принципу сортируется пластик зависит от переработчика и его задач то что здесь пластик 2 и 5 собираются вместе не значит что это подошло бы например для экоцентра сборка всегда нужно понимать что зачем и для кого вы собираете кстати вот есть такая проблемная история еще люди привозят то что невозможно здесь переработать не знаем что с этим делать но это опасные отходы ртудные лампы и если у вас если рожка во владимире или гуси нет здесь в регионе но мы заберем тогда собой и в москве уже сдадим а вы нам очень вы нам только это свяжите пожалуйста мы заберем что касается твердых бытовых отходов то за несколько месяцев как видите даже 4 4 контейнера практически пустые за счет компостирования сжигания древесных и бумажных остатков и металл уходит металлолом стекло тоже уходит отдельно в переработку всем привет привез люминесцентные лампы с доброй земли в пункт приема переработчик у ребят из песка и собранных бутылок и пакетов делает вот такую полимер песчаную плитку при высокой температуре штампует и продает то есть такую плитку возможно можно встретить в городе владимир в городе гусь хрустальный у кого-то на даче рядом и так далее так далее вот такая классная переработка почему здесь не воняет здесь нет пищевых отходов вообще а где пищевые отходы они компостируются а вот готовый компост то есть никаких химических удобрений вы не используете калины нет но здесь вообще мы не используем удобрения общая идея это органическая вся история чтобы территория она довольно большая но представить на 500 гектарах люди не пользуются удобрения это через некоторое время создает например возможность для регенерации пчел мы как раз снимаем про пчел сейчас ролик на сортировочной и можно будет посмотреть ну это для нас то очень интересно мы как бы хотим эту тему развивать к моменту выхода этого ролика мы уже наснимали несколько часов материала про пчел и поняли что первый кто отреагирует на их исчезновение это наш привычный рацион из биг мака например останутся только булочки потому что все остальные продукты из которых состоит этот бургер критически зависят от опыления пчелами поставьте колокольчик чтобы не пропустить это видео она скоро выйдет очень сложно не вредить природе если ты хоть что-то выращиваешь или производишь еще сложнее восстанавливать ее это очень крутая и амбициозная задача и хедлайнерами в этом смысле были ребята из экосообщества crystal waters они живут в австралийском заповеднике дикой природы квинсланд они получили награду world habitat award за свои экологические хижины и пермакультурный дизайн пермакультура это такой подход к экологии и сельскому хозяйству цель уйти от современных технологий и создать экосистему максимально близкую к существующим в природе crystal waters все от домов до водоснабжения построена по принципу устойчивого землепользования все работает на солнечной энергии а жилой район занимает только 20 процентов земли остальное пространство используется для восстановления дикой природы бамбуковых ферм и органического сельского хозяйства мне очень нравится идея лао цзы что очень трудно жить делая благо не принося вреда то есть вот этот баланс к ты благо делаешь а при этом вред не приносит один из ключевых вопросов для любого сообщества которого волнует экология откуда брать электричество ведь именно с изобретением электричества и началась промышленная революция и все наши проблемы но откатиться назад мы уже не можем слишком привыкли комфорту адаптировали и электрифицировали весь быт есть крутейший пример тотальной победы зеленой энергетики в одном маленьком комьюнити это индийская деревня матхера где используют исключительно энергию от солнечных панелей символично что здесь же находится культовый храм солнца мы тоже пытались сначала электричество добывать солнечными панелями когда здесь не было столбов у многих были панели у кого-то одна у кого-то 2 у кого-то 10 конечно сильно много не разбежишься и на холодильнике не у всех хватало мощности но сейчас когда провели столбы целесообразность она в общем-то свелась к нулю потому что обслуживание системы весьма дорогое аккумуляторы имеют небольшой ресурс их нужно постоянно менять ну и плюс это отходы опасные безусловно то есть их потом надо как-то утилизировать вот из небольшой ценой электричества в столбах все стало просто не слисообразно а ну просто даже экономически не экономически не слисообразно нет не так как в индии да у них наверно другой ценник там у вас газ 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 у нас мы готовим на газу грим дома большей части дровами потому что это очень приятно и недорого а дрова откуда берете дрова вот я например из своего участка то есть у меня большой участок и много леса и параллельно еще че чистим кто кто-то покупает кому-то привозят прям грузовик дров сами дальше пилит коля я чищу лес рядом со своим участком то есть есть дефицита дровах вообще нет понятно куда это мы пришли что это за холм можно покататься тарзанка если что я погиб в эко-поселении родился жил и умер экологично готовы я оказался тяжелый для этой тарзанки но я это сделал вообще это тарзанка для детей и у меня был очень небольшой шанс что я долечу до другого берега у меня было два варианта либо до лечу либо открою купальный сезон в общем было мокро но весело ребята дали мне свою одежду чтобы я мог переодеться это такой человечный поступок который здесь кажется абсолютно нормальным а в большом городе такое было бы возможно дистанция между людьми их домами гораздо больше метафорически и буквально и вроде как идеальный мир возможен только в небольших сообществах которые живут деревни но если другое диаметрально противоположное мнение она заключается в том что люди наоборот должны сгруппироваться в огромные мегаполисы освободив все остальное пространство для дикой природы и начать экономить ресурсы и энергию пример города будущего сангдо в южной корее он пока продолжает строится но в перспективе он может стать самым технологичным и экологичным городом мира уличные фонари дороги парки здания машины все будет подключено к общей сети и в любой точке города будет интернет а ты как думаешь что экологичнее жить в небоскребе и объединиться с миллионами людей для получения нужных благ или жить в своем доме и самостоятельно выращивать и производить то что нужно лично тебе у нас вот я бы не высадим покажу мы сок делаем для школы причем есть их ты столько не будешь а сок который там на весь сезон уходит это вообще причем часть сока наши люди делать вообще без сахара нас же здесь очень много вегетарианцев и вообще поселение это территория такого образа жизни вегетарианской многие эко поселения во всем мире придерживаются вегетарианство и не только потому что им жалко убивать животных дело в том что промышленное животноводство одна из важнейших угроз экосистемам на сегодняшний день сельское хозяйство забирает территории у дикого биоразнообразия и вместо разных видов землю теперь населяют коровы и свиньи кроме того их жизнедеятельность усугубляет климатический кризис смотри наш выпуск если у тебя еще остались вопросы про глобальное изменение климата ты не считал какой процент в вашем рационе выращивается здесь на земле и какой привозится из города я обратил внимание что как ни странно если в к сознании чем моложе люди тем легче они в это входят то что касается питания чем старше семья тем больше она здесь выращивает для своей жизни если у людей там старше 60 они могут выращивать там до 80 процентов да то мы например сезон это может быть до 20 процентов до 30 процентов это плантация клубники до который растет второй год в том году собрали 50 килограмм примерно в этом наверное соберем побольше кто сажал сажал я сам здесь было посажено 500 кустов до 500 кустов сейчас их наверно больше уже разрослось так система капельного полива его капельного полива да то есть потому что вручную столько не польешь а когда лето поливать нужно много а кто собирает собирают дети соседи бабушка жена я все коммунизм то есть соседи могут прийти своим видом и собрать себе сколько собрать ну просто ее много и унести то есть это такой коммунизм коммунизм сюда можно приехать пожить рядом посмотреть на этот мир эти домики они вот как бы доступны для заселения плюс мы увидели вот эти прекрасные дубы и решили их сохранить окружив их корневую систему таким вот настилами скамейками есть абсолютно удивительный пример экодеревни где люди ушли из города отказались от всех благ цивилизации построили себе дома на деревьях и живут полностью на натуральном хозяйстве это финка беловиста деревня в коста-рике которую создали эрика эндрюс и матео хоген семья из колорадо несмотря на такое радикальное единение с природой у них есть вайфай и мобильная связь а еще на территории есть две реки и даже водопады что решает проблему с водой давай поговорим про водоснабжение как она вас тут организовано домам домов много все децентрализовано как вы это делаете но основная история про водоснабжение это колодцы мы брали пробы для ну нескольких колодцев не для всех но для добро земельского колодца который снабжает нас и в общем это вода без превышения то есть там нет никаких решений предельно допустим решения вредных веществ водоотведение значит кто более продвинутым и сделал делал несколько систем одна из них например на доброй земле стоит это три колодца и поля аэрации которые под землей уходят и в песок как бы это сэптика да это сэптика ну несколькоих и 1 и поля аэрации то есть это такие небольшие очистные сооружения небольшие а система сэптика 3 колодца по 4 кольца в каждом дно в каждом то есть это полностью герметичные конструкции три больших шахты куда попадается на о дома из другого дома два входа потом перетекает из этого колодца в этот из этого в этот она она и в третьем колодце есть насос который откачивает в автоматическом режиме воду наверх и уже чистую воду условно чистую воду она попадали наверно она сама впитывается в грунт есть очень крутой пример очистных сооружений он находится в деревне файнхорн и называется живая машина первый прототип был построен там в 1995 году джонатаном поритом это устройство превращает сточные воды в чистую воду которую можно использовать повторно и она не использует никакие химикаты только разнообразные сообщества бактерий водоросли микроорганизмов растений даже деревьев улиток и рыб все они взаимодействуют как целые экосистемы в резервуарах и биофильтрах то есть в машине воспроизведены природные процессы очистки но происходят они более интенсивно если бы мы только могли так решать все наши проблемы смотреть как с ними сама справляется природа и учиться у нее ты счастливый человек я думаю да я думаю да потому что у меня есть некоторая внутренняя свобода заниматься тем о чем я может быть и не мечтал даже то есть я мог об этом думать ну там ну знаешь ты думаешь там хорошо бы у меня был допустим двое детей или трое у тебя там чуть больше да или хорошо бы взять кого-то в семью ну то есть какие то какие то вещи состоялись и сейчас можно заниматься таким важным делом как помочь в реализации еще какому-то сообществу и другим людям а сейчас я изучаю то что мне интересно как работать вообще с детьми как можно что такое вообще уроки как это вообще может быть то есть для нас это вызов новый как здесь сделать образовательный проект который бы был живой мог конкурировать здесь большой выбор у людей сейчас люди могут и дома учиться и поехать во владимир и здесь есть средняя школа сельская выбор есть есть частные школы во владимире много инициатив не так далеко и под конец нашей экспедиции оказалось что эко-поселение построено в особенном месте мы на исторической территории она называлась высокоречие последние 400 лет здесь находился храм сначала в дереве потом он горел и со времен пушкина здесь храм в камне это стало центром притяжения местом работы для нескольких людей и неким объединяющим фактором с традиционными людьми которые здесь жили все время этот храм постепенно восстанавливается силами эко-поселения у экологичных комьюнити во всем мире разные идеи идеологии и религии но все эти сообщества объединяет одна вещь они любят природу а сейчас я хочу ответить на те вопросы которые задавал сегодня утром и для того чтобы ответить на них я хочу привести очень интересную аналогию современные биологи когда воспроизводят популяции диких вымирающих животных используют современный метод мягкого выпуска они не сразу мелкое потомство возвращают дикую природу а делают это постепенно сначала выносят клетку и приоткрывают ее и тогда животное она может выйти поохотиться попробовать пожить в дикой природе и если не получится если вдруг не удалась охота если вдруг суровая зима то вернуться обратно в клетку и получить пищу и вот это вот все что мы сегодня видели очень сильно напоминает этот метод мягкого выпуска когда люди вроде бы уехали на природу но в то же время оставили часть благов цивилизации у них есть интернет у них есть электричество у них есть водопровод и канализация у них есть доставки то есть они уже живут природой они уже заботятся но они сохранили то что дает им город и отвечая на вопрос готов ли я переехать в такое место я конечно же утвердительно отвечают да потому что здесь я ничего не теряю но только приобретаю отвечая на второй вопрос смогут ли такие места снова подружить человечество и дикую природу я могу сказать что об этом пока говорить рано но это точно шаг в правильном направлении это была сортировочная подписывайся на наш канал да прибудет с тобой чистая вода и воздух пока а я пошел сушить свои вещи и и и и Субтитры создавал DimaTorzok